Армения и вообще Кавказ Я действующий кинорегиссер, я снимаю фильмы, очень люблю кино, не представляю жизнь без кино И надеюсь у вас тоже самое, вы любите свою работу, потому что по-другому заставить делать сегодня кино невозможно И кроме этого преподаю, и у нас есть в Российско-Армянском университете маленькая телестудия, как и у вас Я руковожу этой телестудией, я режиссер И всегда, когда бывают вот такие мастер-классы, всегда студентов, ну почти силой проводит, чтобы там была встреча Я всегда их вижу лица, я там стою около камеры, если интересная встреча бывает, я тоже слушаю Если интересно, снимаю, выхожу, оператора оставляю, я сам выхожу И чтобы сегодня не было неинтересно, я хочу, чтобы вы сами участвовали Был такой гениальный фильм, человек, который мог летать Я не представляю, как в Советском Союзе его разрешили показ, потому что он был полностью такой, ну как бы пощечиной всему тому, что было тогда Всего лишь там сюжет очень интересный, но я расскажу вам фрагмент, который мне запомнился Мне было 5-6 лет, когда я посмотрел этот фильм Человек выходил на арену в цирке и летал Все думали, какой-то фокус никак не могли поймать И в конце фильма показывает, как это у него удавалось Он просто читал мысли людей Люди, которые пришли, чтобы посмотреть полет, что полет возможен, что человек может летать Они смотрели и вот мысли этих людей давали ему силы, чтобы он летал А были люди, которые пришли, чтобы увидеть, как он падает Специально пришли, чтобы вот когда он читал их мысли, у него полет не получался Он снижался, должен был уже коснуться земли Вдруг один дедушка говорит мысли его читает Говорит, сынок, летай, я привел своего внука, чтобы он увидел И чтобы он узнал, что возможен полет И он поднимал опять Вот сегодня наша встреча полностью зависит от вас Если вы захотите, получится у нас интересная встреча Если нет, то неинтересная встреча Про финансы очень хорошо сказали Потому что если у человека нет стремления, желания Например, человек снял И финансы не позволили, как он хочет И это тоже к этому относится Потому что у него нет стимула, чтобы сделать этот проект хорошим Смотрите, я, да, да Превращение по себе на кино в бизнес Это давно уже Фразу вы знаете, самую известную Самое важнейшее из искусств для нас это кино Жизнь сотворили, это американцы Они при помощи кино, при помощи кинематографа Сейчас владеют рычагами воздействия на историю При помощи кинематографа Они могут спокойно поменять историю Потому что все вы смотрите ихние фильмы И уже слушайте, учьте ихнюю историю У нас тоже есть одна проблема Все молодые режиссеры, студенты Они хотят такие темы снимать Ну, смотрите Тарантино Смотрели все? Тарантино, когда снимал фильм первый Он У него какие были проблемы? Читали вы? Он очень часто пишет об этом Опять связаны с деньгами И потом Идеи у него было полным-полно Никому не нравилось Да, вот, молодец Не то, что идеи не было А просто он не мог заразить вот эту идею Сейчас мы когда говорим Тарантино Всем уже понятно Что бы он ни сделал Мы говорим Да, браво, молодец Это хорошо Смотрите, Параджанов сказал Одну маленькую гениальную фразу Не знаю, насколько это правильно Но очень похоже по его духу Он сказал Я не боюсь смерти Я боюсь после моей смерти Рожденных Параджановиков Это, по-моему, самая большая проблема Современного кинематографа Все мы Когда мы теряем лицо Когда мы теряем себя Когда мы хотим быть похожими на другого Мы сами интересны Тогда, когда мы говорим Когда мы всегда сомневаемся Когда у нас какая-то идея Ну нет, это моя идея Нет, лучше я буду подражать вот этому У него уже получилось А когда ты идешь второй раз В той дороге, в которой другой ходил Получается неинтересно Если даже очень интересно Вы снимете Вы все равно будете вторым номером Поэтому вы всегда Вот одна маленькая притча Я хочу Когда маг принимал себе ученики Знаете, нет? Это Гарри Поттер все смотрели Нет? А там палочки их волшебные А еще в древние времена Все фокусы они творили при помощи рук То есть маги руками все это делали И должны были выбрать один палец При помощи которого они делают Свои вот эти магические Все превращения и фокусы Маг подходил и говорил Вот выберите палец, который может все Я показываю вам Мы автоматически уже решаем Вот это не свой Вы только своим пальцем можете изменить все Если вы будете моим пальцем писать Ничего не получится Вот точно так же Самая большая современного кинематографа Мы так много хотим понравиться Вы знаете То, что хорошо, иногда очень плохо Когда я начинал работу Первый фильм, когда я делал Было очень мало кинофестивалей Очень мало И мне приходилось делать фильм только для меня Я хотел, снимал то, что хотел сказать А сейчас, когда вы делаете фильмы Или что-то, картины, неважно Любое творчество Мы так много зависим от мнения экспертов Вот это очень современная притча Все в наших руках Нет? Отвечает этот мудрец Все в наших руках Потому что мы всегда находим виноватых Я сам испытывал вот эту денежную нехватку До сих пор не могу сделать тот фильм, который хочу все время Но это только оправдание Потому что без денег, поверьте, можно сделать фильм Терминатор смотрели? Да Знаете, как у него получилось? Как он сделал фильм? Знаете, Рейсер кто? Джейнс Камерон Знаете, сколько лет ему пришлось работать над этим фильмом? Он самый быстроработающий Рейсер в Валевуде, между прочим Он за целый год не мог протолкнуть этот проект Все, потому что тогда, сейчас каждый второй фильм про Терминатора Про робота Тогда все смотрят, какой Терминатор, о чем ты говоришь? Он был первопроходцем Он три месяца жил в своей машине Все продал, все поставил И наконец-то, представляете, желается мужская гордость Насколько он через это переступил Что в своей бывшей жене обратился Сказал, что стань моим продюсером Единственное, продал сценарий за доллар Только условия поставил, чтобы она не вмешивалась в художественный проект Он обратился к Шварценеггеру Тому сценарий рассказывал А тот тоже хочет играть в героя Не хочет играть Терминатора И знаете, вот Рейсерская здесь в чем-то Он говорит, слушай, ты что, ненормальный? Я этому ему не говорю Но ты же знаешь, это же фильм про Терминатора Ты Терминатор И знаете, вот он как Рейсер со Шварценеггером Как работал? Мы же привыкли, нет, что стандартно Рейсер говорит Вот так, вот глаза взяла Вот верю, не верю Рабочий наш процесс Как он работал, знаете? Целый день Как они репетировали Терминатора? Он с утра до ночи Вел его в стрельбище И стреляли До тех пор, пока что Шварценеггер стрелял и не мигал Каждый раз, когда он мигал Нет, не получится Несколько недель Они так просто стреляли До тех пор, пока что У него стало бы это автоматическое действие Вот единственная работа с актером Слушайте, когда кто-то говорит И говорит хорошо Идите домой, хотя бы посмотрите, что он снял Потому что может хорошо говорить, но он ничего не снял Или наоборот Плохо говорит, но хорошую работу сделал И радостью снял один из лучших фильмов Вообще, бывший советский совет Грузинские короткометражные фильмы Они были очень хорошие, очень интересные Он снял кувшин Ну, посмотрите, если будет время Смотрите, он сказал Кино Это специальность для молодых Нет? Вы согласны с этим? Согласна А вы, ребята? Да А кого вы считаете молодым? Нет Себя? Нет Ваше самое большое преимущество Сейчас знаете какое-то? Да Ваш возраст сейчас А Феллини слышали вы? Да Феллини, когда Награждал маршала Мастрани Тому за 70 Тому за почти 60 И он дает ему приз И говорит Я очень люблю этого актера Он напоминает меня маленьким Ему почти 60 Но он говорит Маленьким, молодым Потому что рейсер Если он старый Он ничего не может делать А о чем бы вы сняли именно вы? Вы же не обо всем можете снять? О глобальных проблемах Можно сказать О глобальных проблемах Нужно в первую очередь снимать фильм О тех проблемах Которые затрагивают Непосредственно тебя Я знаю, что в Африке дети страдают От того, что им хочется пить и есть Но мне абсолютно Ну если я скажу, что меня это волнует Я буду лицемерен Я никогда не был в Африке Нужно снимать о тех проблемах Которых затрагивают непосредственно тебя Форма Или содержание Что важнее? Содержание Содержание Это все вы говорите Потому что умные и добрые люди Нет, конечно Форма Кому нужно содержание? Фильм начинается Я иду смотреть Пока какое содержание Содержание Там очень хорошее содержание Через несколько секунд Мне уже скучно, я вышел Но там же хорошее содержание будет А форма Хотя бы может Мне несколько минут держать Ребята Вот просто Творческие люди Скажите мне Три явления Которые кино делают в кино Которых в другом виде искусства нет Три профессиональных явления Идея везде есть В театре тоже есть Интерес Интерес к действию Везде есть В опере нету Мало, но есть Профессиональные смотрите, ребята Крупные кадры Кто сказал кадр? И крупный кадр кто еще сказал? Молодец Кадр Вот первое изъявление Кадр Потому что в любом другом Виде искусства нет кадра Крупный кадр Средний кадр Общий план Нет такого Монтаж Монтаж Право Второе это монтаж Но в театре тоже есть монтаж И в любом Но там Композиция везде есть Вообще-то Из этого Что? Художество Первое композиционное Учителя И третье Самое важное Я вам когда пример говорил Между дискуссией С этой стороны С этой стороны Там почти Как? Локация Нет, нет Локация Меняется Все Все Ракурс Кто сказал? Браво И ракурс Кино Нам дает Вот эту свободу Ракурса Самая большая проблема Сейчас идей нет Своих идей Желание Ну желание есть Говорят Если будут деньги Желание будет Желание Да В принципе Желание Если будет Все будет Желание Вы должны Не останавливаться Все Регессеры Знаете Одна Гипотеза Есть Которая мне очень нравится Скажут Всех гениальных людей Что объединяет Чем они Безумство Безумство Еще что хотели сказать? Безумство Безумство Как? Безумство Ну да Это тоже можно сказать Но так Художественно Если так Определение Все Над всеми гениями Смеялись Ваше Вот это желание Как можно Так сказать У меня есть Желание Или нет Когда ты не боишься Вы Смотрели Детские картины Когда дети рисуют Да Чем они Интересны Они рисуют Как хотят Они рисуют Как хотят А ребенку Спросите Вот например Почему Я вот Одна девочка Трехлетняя Нарисовала Говорю А тогда не было Вот этих красных волос После ее рисунка Я только заметил Что девушки Уже красились Красные Синие Такие цвета Я говорю Слушай Красный цвет Ты нарисовала Волосы Но таких же Волос Такого цвета Нету И она знаете Что мне ответила Это же картина Как хочу Так и рисую Вот Как хочу Так и рисую Вот этого Нам не хватает Спасибо за субтитры